Приветствую вас! Вы, может быть, конечно, и могли бы получить ответ на свой вопрос, который вы задаёте, да, может быть. Но, на самом деле, правда, это заключается в том, что такого ответа, который бы ответил на ваши вопросы, да, уникального волшебного ответа не существует, потому что вы сами по себе уникальный и неповторимый человек, и необходимо разбираться в том, что с вами вообще происходит. То есть, понимаете, как бы то, что вы описываете, с равной долей вероятности может быть как в пределах нормы, вот. То есть, вы описываете, как в пределах нормы. Так и... И, в общем-то, ну... Так же это может быть и какой-то патологией. Вот. Но, правда, заключается в том, что мы этого сами понять по одному... Ну вот, по одному вашему тексту, да, мы этого на самом деле не сможем. Вот. Потому что слишком мало информации, да. То есть, вопрос здесь заключается больше в том, чего вы хотите, что вам нужно. Вот. То есть, то, что говорите зра, это одно, а то, что хотите вы, и то, какие конфликты есть у вас, это совсем другое. Вот, единственное, что вы пишете непосредственно про себя, то, что вам радоваться в одиночку грустно. То есть, вы не хотите радоваться в одиночку, вы хотите эту радость разделить с кем-то. Ну, вот, соответственно, у этого есть как причины, так и цели. То есть, для чего вы хотите разделить радость и почему вы хотите ее разделить? то есть, почему вам не хватает умираться одному. Ну вот. Ну, то, что вы пишете все остальное, это, скорее всего, это, скорее, просто какие-то описания, ничем реальный разговор про проблему. Ну вот. А, значит, то, что вы пишете, вот, я отказался от употребления алкоголя и табачных изделий, ну, в принципе, вы молодец, но, опять же, важен контекст. Контекст – это все пустые слова. То, что вы пишете, что были один раз у психолога, она мне сказала писать все, о чем думаю, ну, одного раза у психолога явно мало, то есть, тут нужна регулярная работа, если вы хотите с собой разобраться. Вот. Эм... Вы пишете, я не могу понять, что со мной происходит, а что вас не устраивает? В том, что с вами происходит. И не устра... И есть ли что-то, что вас не устраивает? То есть, как бы, вот этот момент. Психолог работает с тем, что не устраивает, что не устраивает вас. Вот. Пока я видела, что с вами устраивает радоваться в одиночку. Вот решаем. Стран скажу. Вот решаем. Дальше, значит, ну вот, купил мысорные пакеты, убрался немного в лесу. Хорошее дело. Вопрос в том, для чего. Обнимается с холодной водой. Супер. Вы закаляетесь. Но, опять же, важен контекст. Стран говорит, что я не нормально. На чем она основывается? Вот. А может, я известная дародка, которая просто говорит, что я делал не так хорошо? Эм... Давайте подробно разберем, что вы делаете и что вы хотите. Потому что не так это оценочное суждение. Эм... Человеческое действие может оцениваться как какого-то не такое, если оно несет вред. Если сам человек от своих действий не удовлетворен. Вы пока ничего такого, что отвечало бы данным характеристикам, не написали. Поэтому, Игорь, не торопитесь с какими-то оценками, да, сестра. Сестра, возможно, вам по-доброму хочет помощи. Вот. И... Помочь вам не быть таким одиноким. Вот. Но для начала нужно выяснить, как вы сами относитесь к своему одиночеству. Что оно для вас. Вот. Мне представляется... Такой. История. Такий. Момент. Вот. Вот. И все. То есть, если вы хотите разобраться, то вам нужно выбрать себе эксперта на нашем ресурсе и начинать, начинать работать, начинать общаться, адекватировать, разбираться. Вот так. Возможно, изучить то, что вы написали за 4 года. Возможно. Смотрите, как вам лучше. Можно медицинское исследование пройти, если есть какие-то подозрения со своими, может быть, что-то не так. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам.